Если вы думаете, что в холодную погоду нам требуется меньше воды, чем в жару, вы глубоко ошибаетесь. Медики бьют тревогу. Более 90% населения земного шара находится в состоянии обезвоживания. Его симптомы – это постоянная усталость, повышенное давление, головные боли, снижение иммунитета и лишний вес. В борьбе с недугами поможет нам чистая вода. О ней как раз и пойдет речь в сюжете Анастасии Щербаковой. Человек – самое удивительное на свете в местилище воды. Наш организм состоит из нее на 80%. Неслучайно медики в один голос призывают нас пить много, точнее, очень много. А конкретнее – 40 мл на 1 кг веса. То есть при массе в 60 кг нужно выпивать 2,5 литра воды в сутки. Примерно половину такой бутылки. Именно воды, а не кофе, сока или газировки. Дело в том, что никакая другая жидкость не заменит живительной влаги. Только простая вода может пройти через мембрану и проникнуть в клетку. Та же, которая входит в состав химического соединения, например, чая, остается в тканях. А наши клетки по-прежнему продолжают испытывать дефицит воды. Поэтому все, что к ней не относится – это еда. Кстати, до начала 19 века слово «напиток» в русском языке вообще не существовало. Зато были «пойло», «питье» и «напивки». А вот слово «напиток» произошло вовсе не от глагола «пить», как думают многие, а от «напитать», то есть «накормить». Практически все напитки имеют пищевую ценность. Поэтому о чае и кофе со сливками говорили, что их кушают, а не пьют. А значит, когда будете подсчитывать энергетическую ценность среднего обеда, не забудьте, что чашка горячего шоколада потянет сразу на 200 килокалорий. Чего нельзя сказать о воде. Наоборот, благодаря ей организм быстрее начинает терять лишние килограммы. Так что от того, сколько мы пьем чистой воды и какого она качества, зависит наше здоровье и внешний вид. Ключевое слово здесь «чистое». По статистике, в среднем гражданин в течение жизни выпивает 35 тонн воды. А вот грязь и осадков в ней за это время накапливается около 100 литров. И весь этот мусор остается в организме. Поэтому обычная вода из-под крана для здорового питья не годится. А значит, ее придется очистить. Существует несколько довольно простых, но эффективных способов. Самый надежный и современный – купить фильтр. А можно воспользоваться бабушкиными рецептами. Один из них – старое доброе кипячение. Не менее пяти минут. За полчаса такого процесса вы уничтожите болезнетворных микробов почти всех видов. Или купите в аптеке кремний. Для человека это очень полезный камень, а для бактерий – губительный. Просто на пару дней положите его на дно емкости с водой. Активированный уголь тоже отфильтрует, что надо. Пять таблеток завернуть в марлю и туда же на дно. К утру вода очистится. Для богатых наследников подойдет способ очистки серебром. Вечером кладем любой предмет из драгоценного металла в воду. Пить ее можно уже на следующий день. Для любителей народного творчества тоже есть рецепты. Например, ложка меда на стакан воды или опущенная туда рябиновая ветка. Оказывается, это дерево – настоящая гроза бактерий. За три часа она способна очистить от микробов даже затхлую воду. Анастасия Щербакова, Вадим Панфилов, Сибинформбюро.